Приветствую друзья! Теперь за фальсификации на выборах, которых я считаю много, начали раздавать медали и различные награды. Такого позора Россия не видела никогда, чтобы так в открытую награждали тех, кто предан режиму и действует не в интересах народа. Вместо того, чтобы награждать заслуженных ученых, комбайнеров, инженеров и прочей группы реально достойных, Путин со своим олигархатом чествуют тех, кто открыто выступал и будет выступать против граждан России. И что самое интересное, все это делается в аккурат в преддверии сентябрьских выборов. Для чего это все сделано? Думаю, понятно. Власть хочет еще больше укрепить свои позиции с помощью тех, кто плевать хотел бы на мнение народа. Есть горстка людей, которые сделают все, что нужно им. Этого им и достаточно. Давайте послушаем, что происходит в Саратовской области. Депутат-оппозиционер Николай Бондаренко подробно об этом всем нам расскажет. То же самое происходит и по всей России. Я искренне удивляюсь, как Единая Россия умудряется много лет системно демонстрировать практически идеальный образ лицемерия и запредельной лжи. Дошло до того, что в вопросе награждения граждан за весомый вклад в развитие общества и нашего региона, они награждают членов избирательных комиссий той самой системы, которая должна быть полностью подвергнута иллюстрации, а большая часть ее представителей должны предстать перед судом за фальсификации, искажение итогов голосования, благодаря тому, что Единая Россия набирает большинство вместе со своим президентом и этими провластными кандидатами, когда их не поддерживает абсолютно никто. Ну, такой вот парадокс, такая вот шутка, что вот это жилье должно предстать перед гражданами с грамотами почетными, с пожатием рук в региональном парламенте. Если мы говорим о том, что в руках Единой России абсолютная власть, они устанавливают экономику и политику по всей нашей стране, то, наверное, самым главным вопросом для них будет награждение тех, кто внес самый большой вклад. Это промышленники, это строители, это ученые, врачи, учителя, многодетные матеря, а в конечном итоге они отдают дань, жмут руки, дают благо не тем, кто внес самый большой вклад и сделал нашу жизнь лучше, а тем, кому они обязаны, большими и правильными результатами, цифрами на выборах, которые прошли, да, где вылезь явлений граждан бесконечно искажается, где бал правит вброс бюллетеней или карусели, или переписка протоколов, им на самом деле по-настоящему они обязаны, и в первую очередь они будут черствовать. Мы же, да, должны с вами понимать, что та избирательная машина вместе с партией Единой России, которая сегодня устоялась в нашей стране, это преступный механизм, это механизм, который каждые выборы производит государственный переворот, мы не можем их не то что награждать, мы не можем большую часть из этих господ оставить на свободе, потому что они совершают особо тяжкие преступления, это не какой-то вор, который обворовал бабушку, что аморально и заслуживает самого серьезного наказания, это система, которая приводит к власти воров, которая обворовывает миллионы бабушек по всей стране, и доказывать их нужно соответствующим образом, поэтому то, что я слышу периодически, каждый раз до самого сердца, да, трогает и говорит о том, что, слушай, ну не может быть еще более лицемерно, и не может быть еще более лживо, а нет, оказывается, может, Единая Россия в этом плане талант просто. Как можно все это назвать, если не беспредел? Пишите в свое личное мнение, в своих комментариях, а на данный момент все, скоро мы снова встретимся с вами.